Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Вероника, Наталья и Светлана, а жених у нас Евгений. Евгений, 35 лет. Несколько лет назад его бывшая жена принимала участие в программе «Давай поженимся» и преподнесла историю их развода не в лучшем свете. Надеется, что сегодня он расставит все точки над «и» и встретит женщину, которая его никогда не обманет. Не знаю, может, банальную вещь, конечно, скажу, но в отношениях я боюсь потери, наверное, того самого доверия и откровенности. Потому что людям хорошо, пока хорошо. Евгений – генеральный менеджер футбольной команды, мастер спорта по пауэрлифтингу, гордится своей репутацией. Евгений не сможет найти общий язык с обладательницей консервативных взглядов, но и вульгарную особу обойдет стороной. Ищет душа моя смертельного покоя все-таки, семейного покоя. Ему не важен рост, цвет волос и сфера деятельности его будущей избранницы. Женится на открытой девушке, в которой разглядит особые очарования. Здравствуйте, Евгения. Вообще, мне кажется, это правильно и уже нужно ввести это как традицию, что вторые половины пар, которые развелись, и кто-то из них приходит к нам на программу, должны тоже вслед перейти и объяснить. Потому что есть правда одна, есть правда другая. Поэтому, Евгений, мы рады, что вы пришли. Ваша жена была у нас на программе. Как давно? Ну, это было несколько лет назад. Лысина, смотри, лысина какая сексуальная. Спокойный, уверенный в себе мужчина. Что вас возмутило? Может быть, что-то неправду она сказала, опоручила как-то честь и достоинство ваше? Вы знаете, Лариса, ну, дело в том, что цель моего визита все-таки заключается не в этом, на самом деле. Не месть? Конечно, нет. А она в результате в паре сейчас? Она успешно вышла замуж во второй раз. Случилось это, кстати, совсем недавно. Благодаря нам? К сожалению или счастью, нет, не знаю, как назвать. Но так или иначе это случилось, это произошло. Я искренне рад за нее. Дети у вас есть? Да, у нас общая дочь, ей 12 лет. Общаетесь? Безусловно, конечно. У него есть борода, ты скажешь? Ну, да. Просто парень в тренде. Он следит за последними тенденциями. В вашей версии, что произошло? Вы ее заподозрили в нечестности, да, по отношению к вам? Поймите, у нас общая дочь, да? И самая главная цель, которая... Вы боитесь, что она не... Если что бы вы сегодня не сказали, вы боитесь, что она вам ребенка не даст? Такое ощущение, что он через многое прошел. Как будто у него в жизни очень много что было. Надо сказать, мы прожили в браке 5 лет, в общем-то, и в достаточно счастливом браке на тот момент. И вначале-то ничего не предвещало беды, да. А потом что? Вы ей изменили? Самое интересное, что нет. А она вам? Ну, как я подозревал на тот момент. Прошло достаточно лет. У вас были еще какие-то попытки, да, наверное? Безусловно, конечно. Детей не нажили? Детей не нажили. А как вам считаете, в чем ваша проблема? Почему вы один? 35 лет, успешный, работаете среди женщин. Почему один-то? Вы знаете, многие мне говорят, что мне нужно было родиться китайцем, потому что я трудоголик. Я думаю, это моя проблема номер один. Не нашел еще любовь свою, наверное. Хотите детей? Хотите такую традиционную семью? Или такой вариант лайт, как сегодня принято? Знаете, практически полугостевой такой. Я бы вот эти лайтовые варианты не рассматривал даже в этом плане. То есть вы за классический, да, такой вариант? Да, я прямо вот... То есть у вас обязательства по отношению к семье, у нее по отношению к вам, да, и к семье? Ну, это такая программа в идеале такая была бы. Нет, потому что разные же варианты и разные желания у людей здесь. В этом плане, Лариса, да, я с вами согласен. В этом плане я абсолютный ретроград. Я хочу какую-то... Очень хорошо. Потому что для меня вариант не лайт, не гостевой, вообще неприемлемый. Потому что тогда, я скажу, мне одной хорошо. А мужчин на мой век хватит. Понимаете? Поэтому... То есть, теперь, обязательства вашей жены по отношению к семье? За что отвечает она, вы? Вы знаете, я в этом плане тоже такой убежденный... Поэтому озвучьте, пожалуйста. Убежденных старых правил человек как-то. Я все-таки считаю, что женщина должна следить за очагом. То есть она должна быть... Обеспечивать некий уют такой, да, комфорт. А все тяготы и неприятности этого мира... Своими ручками она эту ю... Значит, должна уметь хорошо готовить. Должна. Завтраки, обеды, ужины. Смотри, даже если Евгения обеспечит домработницей, кухаркой и нянькой, хозяйка должна готовить лучше, чем домработница. Нянькой должна быть лучше, чем нянька. Так согласна. Не убираться должна лучше, чем домработница. Тогда, если она работать не должна... Нет, тогда она... Я не это имею в виду. Тогда она должна дать правильно задание персоналу. Очень хорошо. Так она должна работать у вас или нет? Я бы хотел, чтобы моих детей, да, все-таки за моими детьми ухаживали родные руки, а не руки там нянек. Значит, вы против няньки? Я в принципе не против, да, какой-то сиделки, но тем не менее... Она должна следить и присутствовать. Да. То есть должна быть помощница некая, но основную работу и глаз должен быть, как говорится, женен. Ну, безусловно, потому что любой мужчина... Послушайте, вы имеете право сейчас озвучить все, что угодно. Что вы мнетесь и жметесь. Я не понимаю. Вы что, пришли на преступление какое-то или вы требуете сверх нормы, что-то такое невозможное. Я просто подкрасил. Вы говорите, чем больше вы сейчас, конечно, чем больше вы сейчас озвучите, нам облегчите задачи. Мне кажется, он очень так вот именно правильно мыслит в плане... Да, ибо мужские так вот. Потому что это среднее. Должно быть везде середина, баланс. Какие отношения с ребенком? Как часто встречаетесь? К сожалению, мы видимся не так часто, потому что живем в разных городах. На каникулы забираете? Отпуск, может быть, вместе проводите? Стараюсь. Когда появляется такая возможность, да, я стараюсь так делать. Иван, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь организацией спортивных мероприятий. Вы женат? Я, да. Вы понимаете, что ваш близкий друг женится, и он должен будет свою жену привезти к вам в семью. То есть это должна быть одна компания, да? Потому что новая женщина в компании может либо развалить, либо еще сплотить теснее. Как вы считаете, какая подойдет Евгению? Какую бы вам хотелось в вашу дружную семейку? Вы знаете, я не делал бы взаимосвязи между мужской дружбой и неким, безусловно, важным, но в рамках мужской дружбы семейным довеском. Ну, не скажите. Вы правы. Ох, не скажите. Придет такая и скажет. Мне не нравится и вам, потому что он посмотрел, знаешь, как сейчас на меня, на кухне. Потом я приходила, он так мне сделал. И жена у него смотрит. Вы, безусловно, правы в том, что это имеет значение. Понимаете, рассорят с родственниками, с друзьями и так далее. Поэтому, какой бы вам хотелось. Это некий независимый путь и Евгения в рамках поиска своей сужины и нас с ним в рамках своего мужа. Тогда зачем пришли? Я пришел. Посмотреть. Не только посмотреть. Знаете, я некая... Тогда давайте помогайте. Я буду помогать, безусловно. Сейчас. Кого будем искать? Вы же знаете Евгения? Вы знаете, мы будем искать... Обязательно она должна быть красивой, например. Это важный вопрос. Внешность имеет значение. Но Евгений по своему роду деятельности окружен красивыми женщинами. Ты будешь ревновать? Я не думаю, что я буду ревновать. Потому что если мужчина тебе не дает повод для ревности, зачем ревновать? И в рамках того, что он окружен красивыми женщинами, он не падок. То есть нельзя сказать, что это... Серенькую можно мышку, но образованную. С приданным хорошим. Образование тоже имеет значение. О приданном в нашем кругу не принято говорить, по факту. Но деньги к деньгам. Деньги к деньгам, безусловно. Это важно. А что сразу серенькой? Можно быть с тремя высшими образованиями и очень даже не серенькой. И серенькой, и совсем не серенькой. А серебристой. Серебристой. Не путай. Я все-таки предполагаю, что в рамках тех жизненных испытаний, которые прошли мы с Евгением и Евгением сам по себе, ему необходима женщина, даже не опора, а женщина-партнер. Женщина, которую, как вы правильно сказали, Лариса, не стыдно привезти в компанию друзей, не стыдно представить, не стыдно провести с ней время и не стыдно пригласить к себе, что тоже важно, потому что при всей своей публичной профессии Евгений зачастую самые такие искренние свои проявления... А если женщина будет публичной профессией? Ну, это я решать Евгению. Тут важный вопрос все-таки... Как вам, Евгений? Это не будет проблемой. То есть, если шоу-бизнеса, например, многие принципиально против. Вы нет? Я нет. Хорошо. Роза? Ой, девчонки, боюсь, Евгений еще раз к нам придет. Потому что, когда вот так все размыто, непонятно... Ну, 35 лет уже вы могли бы настолько холостиковать, вы должны были уже... Ходить сказать, вот такая рост, вес, должна любить христианка, мусульманка. Ну, уже как-то поделиться. Родители такие приданы, такой профессии такая, ну, или хотя бы нет. Желательно. И если бы не пункт-то 3 совпало с этими вашими пожеланиями, мы бы были счастливы. Поэтому, ну, что могу сказать? Дело молодое, вы, собственно говоря, симпатичные. Вот ту, которую вы описываете, это уже девочка, как говорится, в возрасте, имеется в виду после, ну, 30-ника. Потому что опыт прям... Да потому что у девчонок молодых опыта нет. Согласен, но мы не стоим отмечением. Правильно. А вы мечтаете о том, что девчонка, у нее опыт будет, как у женщины, не бывает. Кстати, а у вас какой возрастной потолок? Старше, скольки лет не рассматриваете? И если, например, у нее уже трое детей или двое? Но зато хорошая. Ну, рассматриваю, вы знаете, это... Не пугает, да? Не пугает, да. Симпатичный, очень умный. Мы будем вас рекомендовать делать. То есть ты так быстро сделала выводы о том, что начнете? Спокойный. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это лучшее оружие женщины в борьбе за сердце мужчины. Василиса. Ну, женщина через призму вашего гороскопа предстает источником сильнейших страстей для вас. Она то жертва, то человек, который вас способен мучить. И мне кажется, что вы не можете сейчас сформулировать четкие критерии именно потому, что вы, конечно, хотите чувств, прежде всего, ту, которая пробудет в вас сильные чувства. Вы способны загораться, но вы очень долго не можете без женщины, без поддержки должны удерживать эти чувства. Она должна быть и эмоциональной, она должна нести в себе тайну страстей, она должна быть немножко роковой для вас, одновременно преданной до гроба. Вот нужна такая, которая будет предана на крови фактически. Я не знаю, как она может здесь в студии это доказать даже. Вы должны это почувствовать как-то интуитивно, что ли. Может быть, мы вам поможем в этом. Но она должна быть вот вся ваша. Я сегодня принесла карточки, которые изображают разные типы автомобилей, и часто мужчины любят автомобильную тему, и женщины очень часто мужской, мужскую энергию связывают с автомобилями. Вы себя, если бы представляли, как автомобиль, к какому классу, к какому типу вы бы себя отнесли? Здесь есть очень разные. От строительной техники. Я думаю, что это будут, наверное, споркары какие-то. Ну, купе подойдет, например? Да, вполне, я думаю. Я, кстати, сейчас... Нет, ты себя автобусом представляешь, да? Автобусом, да. Купе, выбирают машину. Выбирают купе. Ну, на самом деле, выбор купе мне удивителен в случае с вами, потому что машина спортивная, вы сами понимаете, что она для скорости, для молодого мужчины, который хочет себе партнершу, но в купе нет совершенно места для детей. То есть это автомобиль, который предполагает парные отношения. Дети на втором плане. А вы не допускаете пятничный вариант какой-то, нет? Пятничный? Пятничный вариант что? Ну, пока не собеседет на этой машине. Ну, когда без детей. Нет, вы... Я хотела, чтобы вы выбрали тот автомобиль, который будет отражать вас и ваше настроение в текущий момент времени. Так что у нас есть там среди автобусов, расскажите. Среди автобусов. Нет, уже все. Первое слово дороже второго. Я тоже думаю, что давайте мы этот образ оставим. Лариса, а ты хочешь выбрать себе по своему желанию? Ну, свой типаж мужчины, не себя, естественно. А, это мужчинам нужен, да? Это да, типаж мужчины. Есть бетонная мешалка, есть автопоезд, например, мощный, лимузин. А мне молоко. Роза. Лариса, мне кажется, вам нужно выбирать теплоход. После вот 1984 года, мне кажется, теплоход сам этот... Это мужчина с секретом. С одной стороны, достаточно простой, но от него жди сюрпризов. Кто знает, что там налито? Вот часто женщины... Я бы сказала, что это какое-то предпочинение алкоголика даже. Ладно, все, забили тему с секретами. Лимузин. Лимузин? На старости лет секреты не нужны. Лариса. Ух ты! Ну, лимузин, это, конечно, человек-праздник. Тебе хочется букетно-конфетного периода, букетно-конфетных отношений. У него не было никогда. Но в лимузине между водителем и пассажирами все время такая перегородка. Вообще, я бы сказала, что это символ такого гостевого брака. Когда хочешь, чтобы муж... Ох, мать, от тебя эмоциональная усталость, что ли, в браке, да? не хочется близкого контакта. На одномомента фейерверк устроить. Знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Вероника. Приятно познакомиться. Привет, очень приятно. Благодарю. Вероника, 21 год. Модельный менеджер. Занимается боксом, рисует гуашью и любит читать. Гордится титулами конкурсов красоты. Предупреждает, что очень привязана к своей семье. Мечтает открыть свой собственный приют домашней помощи для детей. Вероника так хотела стать женой своему возлюбленному, что не успела взвесить все за и против. И вскоре развелась. Надеется, что Евгений будет ее беречь. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Какая молодая, 21 год. На мой взгляд, для 21 года она выглядит слишком взрослой. Слишком взрослой? Ну, кстати, да. Господи, кто гнал, скажите, пожалуйста, в замужество? Он что был? Не знаю, принц, боялись, что он куда-то исчезнет. Вы знакомились и между знакомством и свадьбой прямо месяц, да, по-моему, прошел? Да, очень быстро поженились. Времени практически не прошло. А чем зацепил-то? Ну, я молодая, показалось, что это, может быть, очень романтичная история. 18 лет. Я настроена всегда была и сейчас настроена на семью, на то, чтобы все было хорошо. Муж, дом, дети. Я себя вспоминаю в 18 лет. Я так всего боялась. Мне казалось, это так страшно с кем-то связать судьбу в этом возрасте, что надо что-то сделать, да. Мне казалось, что в браке столько нужно делать женщине, вот это готовить. Это рано, а вдруг еще не судьба. Поэтому я всегда удивляюсь девчонкам, которые так спешат. Ну, во-первых, был, в принципе, я и сейчас так думаю, достойный мужчина, нормальный, старший меня. Потом он так оригинально сделал вам предложение? Красиво. Наверное, больше красиво, чем оригинально. Но на самом деле, да, очень запомнилось. Ну, поделитесь. Просто поехали на свидание. Совершенно я, честное слово, не догадывалась. Там даже не накрашенная, по-моему, была джинс, футболка. Поехали, сидим в машине. Я понимаю, что, ну, что-то не так, потому что ждет как будто бы время. Я говорю, ну, пойдем уже, вот, подъехали к ресторану. Нет, не выходим, не выходим, не выходим. Потом какие-то смс-ки у него на телефон приходят. Ну, я не спрашиваю все-таки. Какое право я имею? Спрашивает. Ну, и, в общем, да, заходим в ресторан, а там ресторан полностью снят. Стоят официанты, все украшено, свечи, стол. Ну, я даже тогда не поняла, что это будет... В честь вас? Да. Нет, я поняла, что это в честь меня, но я не думала, что сегодня мне сделают предложение. Вот. Мы сидели, ужинали, спокойно разговаривали. Я видела, что он нервничал, но все это... Старше вас он был? Да, на 13 лет. Обеспеченный поделит ресторан снять? Ну, он нормально, да, зарабатывал. Хотя бы, вроде, такого же не большой бизнес. Может, мужчина? Вот. Ну, это нормально, да. Он же хотел сделать предложение один раз на всю жизнь. Когда деньги есть, то нормально. И вот вы сидите в ресторане, ужинаете. Да, и он говорит, что ему надо отойти, отходит и приходит с большим букетом, стоит на колено. Ну, и как положено, кольцо. Я юная, романтичная, мечтательная. А кольцо дорогое? Нормальное кольцо. Ты согласилась так? Через месяц? Я через 10 лет только согласилась. Мама. У меня не похожи месяц. Слишком мало. Нет, ну сейчас, конечно, я не буду столько ждать. А что помешало счастью-то вашему? Первое время все было действительно очень хорошо. А потом начались проблемы на фоне ревности. Давали повод? Нет, я не давала повод. Честное слово, не давала повод. Но он сам откуда-то брался. Из ниоткуда он брался. А вы работали в этот момент? Нет, не работала. Но это меня, да, начало уже немного напрягать, потому что... Нет, то есть если вы дома сидите, кому он ревновал-то? Ну почему? Мы же выходили в люди. У него есть друзья, у меня есть какие-то знакомые. Мы культурно проводили время. Ну вы же не кокетничали с его друзьями? Нет, ну он пошли в кинотеатр. Она встретила супружескую пару, поздоровала с ними. Он ей вскрывал мозг весь фильм. Кто такие, да? Нет, наоборот. Он сидел очень... Не разговаривал со мной. Я видела, что он не увлечен фильмом. Потом мы пошли из кино. И дома разборки. И тоже молчит, молчит. Вот эта привычка молчать. Но он же должен был понимать, что вы какими-то знакомыми обросли. Естественно. Вы же не бросились к нему на шее, не стали его целовать в засос. Но он же понимает, что вы не росли в лесу одна. Я пыталась это честно все объяснить. И много раз мы на этой почве ссорились, потом мирились. Но, к сожалению, просто... А он, вы в модельном бизнесе были? Когда он с вами познакомился-то? Да, но я никогда не занималась этим так. Ну вот он же как думал. Пока я там работаю, деньги зарабатываю, она поди там в этом модельном, там звонят. Я не работала, пока я была замуж. Ну, неважно, связи-то остались. Мне кажется, она бы вышла бы замуж. Она такая спокойная. Да, она готова. Просто ей... Ну, если своего человека встретят, она, мне кажется, согласится. Это не то, что она не нагулялась. Ребенка мечтали, а ребенки мечтали? Я очень хотела ребенка, но... Что оно? Он позволил мне пожить какое-то время для себя. И, в общем-то, поэтому мы не родили ребенком, путешествовали, отдыхали. Сколько в общей сложности вы прожили? Получается, официально полтора года был брак. Прожили год. Вы от него сами ушли? Да. Он вас не особо задерживал, да? Ну, пока шел бракоразводный процесс, кроме того, что с его подачи переносились судебные заседания, то да. Скажите, а почему вы, не имея общих детей, разводились через суд? Сейчас это облегченная же... ЗАГС пришел? Да, да, история. Я предложила, но мы даже поехали, мы сели каждый в свою машину, поехали в ЗАГС, но на полудороге он свернул и... А может, делить было чего? Мы не делили имущество по суду. Совместно наш, ты мучаешь, что-то? Нет, я никак там его... За полтора года в принципе мы не... Потому что в суд подают, если один из супругов не хочет. Не хочет, он не хотел, но не из имущества. А вы хотели? Не развестись. Да. Мне кажется, она искренняя рассказывает, говорит. Да. Вероника, у вас с Евгением 14 лет разница в возрасте, не пугает? Нисколько, я... Даже за. Чтобы выше роста, не будете комплексовать? Вы не будете комплексовать? Я только за, наоборот, наверное. То есть комплекс не будете испытывать? Абсолютно нет. Не будете вскрывать мост, не носить каблуки? Нет, никакой. Я просто буду носить цапоги, куда-нибудь, где каркадилы, и все будет нормально. Так это же тренд, это классно. Женщина выше мужчины. Я тоже не маленькая в рот, так сказать. Как вы думаете? Мне кажется, его это точно никак не смущает. Главное, чтобы тебе было комфортно. А ребеночка когда вы хотите? Как только у меня появится мужчина, который будет любить меня, которого буду любить я. Я готова. Не будете темно. Мне уже 21 год. Я считаю, что в принципе... Моя девочка. Я действительно семейный человек. Поэтому лучше не скрываю. Молодая девушка, которая говорит, мне уже 21, чем здесь пожилает. Я хочу ни одного ребенка. И 47-летний говорит, у меня еще все впереди, я еще буду рожать пятерых. Понимаете? Выберите, пожалуйста, тот типаж автомобиля, который соответствует тому типу мужчины, который вы бы видели рядом с собой в идеале. Я могу, да? Посмотреть. Да, конечно, можете осмотреть. Тут есть от простых до самых... Это нужно именно с мужчиной, да? Да, ассоциировать. Не с тем, на чем вы хотели бы вместе потом ездить? А, я когда лимузин выбирала, от себя отходила, где бы не было бы комфортно. Если мне трогать машину, а вот прямо у меня сюда. Ну, не знаю. Автопоезд. Вы меня немножко расстроили. Потому что, с одной стороны, это желание психологическое найти мужчину очень мощного, очень сильного, который за собой многое потащит. С другой стороны, я бы за этим видела возможность мужчины тащить не только вашу семью, но еще какую-то. О, мне вот она нравится. Или трактор. Вот, мне она тоже нравится. Пройдет по всем дорогам. У вас есть три бонуса. Скорее, что такое? Свидание наедине и семейная тайна, либо традиция. Что выбираете? Традицию. Моя бабушка, мать отца, она, когда ей было там 3-4 года, была в плену во время Второй мировой войны. И она стала терять зрение. И ее мать, в общем, как-то, каким-то образом изыскала способ, что один из немцев помог им, дал лекарства, витамины. И, в общем, таким образом ей восстановили это зрение. Провели какое-то лечение, профилактику. Ну, и моя бабушка здоровье ей до сих пор видит. И, тьфу, тьфу, что все было хорошо. Не старые не пытались после войны, а не найти? Нет. Конечно. Такая символичная история. Понятно, что это ценится в семье. Да. А не забыто. Это просто чудо. Сюрприз покажете? Вы знаете, я подготовила вам небольшой подарок, Синьжан. Можно? Благодарю. Это книга одного из моих... Вы ко мне подойдете? Нет, вы идите сюда. Хорошо. Вы сядьте, вы все это получите. Сядьте и в кальте его в метр. Да, вы подойдите. Одного из моих любимых современных писателей. Я думаю, вам будет интересно. Почитайте. Это Фаус, Джон Фаус, великобританский писатель. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Забирайте цветы, подружка, и проходите в комнату. Спасибо. Вам спасибо. Иван, понравилась ли вам Вероника? Вероника, наверное, не может не понравиться. Единственный вопрос – это выбор автомобиля, потому что в ее рассуждениях о ее супружеской жизни прозвучало несколько таких важных акцентов. Имею ли я право спрашивать? Я во всем этом виден определенный, видимо, связанный с возрастом, инфантилизм красивой девушки. Пускай каждый останется при своем мнении. В любом случае, очень интересно послушать. Критика тоже очень важна. И мне кажется, что Евгению на определенном этапе... Мы сейчас приходим к определенному возрасту, когда женщина нужна не только как отрада, но и как, к сожалению, либо к счастью, как жилетка и как возможность сильного и брутального мужчины. Тогда ровесница. 14 лет разницы – это два поколения, которые разделяют. Только так. Если Женя сможет аккумулировать себе еще дополнительный запас энергии, чтобы юную спутницу так же тянуть за собой, как этот автопоезд, тогда, безусловно, да, я согласен. Вот видите, как вы здраво рассуждаете. Да. Поэтому он здесь, да. Да, юная, 21 год, все другое. Другие мультфильмы, другие игрушки, другой отдых с родителями, другие мечты, другая литература, школа, программа другая. Ну, безусловно, хорошо. Понимаете, есть 35-летние незрелые женщины, на самом деле, инфантильные, когда их поведение, вот такое детское, девчачье, кажется нелепым в 35 лет. Так думаешь, смотришь, боже мой, 35 лет, кого она пытается обмануть. А эта девушка в 21 год говорит, мне уже 21. Понимаете, это так трогательно, это так мило. И она такая несуетливая, такая последовательная, такая пронзительная. При своей внешности она могла бы уже найти дядю Петю и прекрасно при нем проживать. Понимаете? Но она настроена совершенно на другое. Знаешь, это вот мы уж тоже научены про этот модельный бизнес слышали. А вообще-то, на самом деле, внешность это вообще красота. Это 50% косметики и хороших тряпочек, 20% умение себя правильно подать, а 30% то, что от Бога досталось. Это как в сказке про Золушку. И рост тут никуда не деть, и ножку, никакой абсолютно и волосы, и стать ее. Вот тут уж точно она не обманешь. Она абсолютно вся натуральная, не сделанная. Очень приятно, что Лариса сейчас говорит обо мне такие хорошие вещи. Правда, очень приятно. А что там звезды? Звезды говорят, что она обретет с возрастом уверенность в себе, потому что там несколько огненных планет в восходящем знаке. И не просто обретет уверенность в себе, но даже будет чрезмерно бойкой. И я думаю, что с годами эта бойкость проявится, поэтому уж если вы хотели бы себе женщину активную, энергичную, то точно не нужно пугаться. Здесь энергии более чем достаточно. Я думаю, что она еще и здесь. Немножко тушуется, чувствует, что мы все старше. Ведет себя сдержанно и скованно. Поэтому мне кажется, что ее можно и нужно рассматривать, потому что ваша Венера в Скорпионе, конечно, зовет к вам женщин водного типа, и она Скорпион. Так что один из образов. Но у нас еще есть две невесты. Знакомьтесь со второй, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Евгений. Если ты мой человек, а я твой, мы это почувствуем. Давай попробуем. Наталья, 27 лет. Имеет три высших образования и проходит стажировку на телевидении. Увлекается видеосъемкой, играет в гольф и отлично готовит. Гордится своим личностным ростом. Мечтает создать мировой бренд магазинов правильного питания. Чувство досады, вызванное счастливой семейной жизнью подруги, подвигло Наталью к тому, чтобы принять решение о разводе. Надеется, что их союзу с Александром тоже все будут завидовать. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть подарочки для вас. У меня сестра-кондитер. Угощайтесь. Родная? Да, моя родная сестра. Как это? Вы с мамой пришли, да? С мамой с сестрой. Да, спасибо. Да я это вы передаете. Давай, давай. Слушайте, ну какая вы молодец. Очень симпатичная невеста, правда? Да, хорошо, да. В общем, Наташечка, я так понимаю, что вы позавидовали жизни своей подруги, да? Я вас потом, вам глаза открою на этих подружек. Моя кожечка, худетька моя, сладкая моя девочка. Вы не знаете, что происходит с закрытыми дверями у этих самых подружек, которым мы завидуем? И это стало причиной развода вот с вашим мужчиной, с которым вы практически из детского сада, да? Да, нет, это не совсем было так. Рассказывайте тогда. Я все-таки верю своим подругам, меня окружают очень хорошие люди. И когда я была у своей подруги, она в Черногории живет, за границей, я увидела, что бывает по-другому, что бывает действительно. Вот что вас поразило? Люди настолько гармоничны вместе, они свободны, и в то же время они вместе. То есть они дополняют друг друга. Жены свободны. Они свободны, они чувствуют себя свободны. Я тоже не понимала этого, когда я была в браке. То есть он заигрывается одна с женщинами, она с мужчинами. Мамочка не подсказывает. Чего они, мама? Я говорю, не подсказывай, мамочка. Доверяют друг другу. Они доверяют друг другу. Это чувствовалось, когда я смотрела на них. То есть вас вполне устраивали ваши отношения с мужем, но после Черногории вы вернулись и сказали, не, а что вы там? Как там за бугром? Это была скорее такая последняя капля. Они не то, что меня устраивали. Он не смотрит на нее вообще. Ты не видишь, может быть, такой ракурс камер? Нет, он так буровью делает. Ты физиогномик? Конечно. Когда два человека абсолютно разных вместе строят отношения, на мой взгляд, это какое-то испытание судьбы было. Ну, смотрите, я с одним из мужей, прекрасный был человек, умница, красавец, энциклопедические знания, потрясающе. Ни разу в жизни меня не назвал Ларочка. Не сказал мне, моя дорогая, какая я хорошая. Никогда я чувствовала себя ущербной, недоразвитой, неумной, неталантливой. Абсолютно какой-то, я себя теряла. Понимаете, я стала пугаться. И хвалил даже, да? Нет, даже по хвальбе не было. По имени-отчеству обращалась к тебе, что ли? Нет, просто Лара. И все время я строжила, я все время должна была соответствовать. Я читала литературу, которая мне не нравилась. Я слушала музыку, которая мне не нравилась. Я смотрела фильмы, которые я терпеть не могла, этих режиссеров, понимаешь? У вас так, что ли, было? Ну, делать то, что тебе не нравится, это точно не моя часть. Она любила человека, хотела угодить. Ну, да. Нет, у меня не было такой истории. И когда я пришла к моей приятельнице, а он и там, и Русик, и Пупусик, и Кукусик, я заплакала. Я прям заплакала от зависти. Я думала, я сама зарабатываю, я все делаю. Просто мне нужно было сказать какое-то доброе, вот, лясь-масясь, понимаешь? Я не верю в случайности, мне кажется, это должно было случиться, раз вот я пришла к подруге, вы также пришли. Это вот судьба такая, значит, я считаю, что это было испытание. Нет, я вам сейчас конкретно сказала, что было в моей семье, меня не устраивало, и чему я позавидовала, находясь у подруги. А что вам, вот в чем была разница принципиальная отношения вашей подруги с мужем и ваших? Мы ругались, мы все время ругались. У нас были очень эмоциональные отношения. А сказать, почему ругались? Потому что разные были. Абсолютно, вы практически брат и сестра с детства. Мы росли вместе, да. Мы просто, мы познавали, что такое отношения, что такое брак, как можно, как с мужчиной себя вести. А может быть, можно так попробовать? А может, надо было дитё сделать? А, кстати, есть дитя-то у вас? Нет. В школьную любовь я, честно говоря, не очень верю. Как-то друг напрягся, мне кажется. Почему? Готовьте хорошо, молодец. Дело полезное. Наталья, это что самое важное в мужчине? В отношениях, я имею в виду, чего вы ждётесь? Для меня самое важное, чтобы мужчина хотел развиваться, чтобы он шёл вперёд, чтобы он считал, что нет ничего невозможного. Поймал одну волну, был стеной. Там ещё какие-то, там ещё граждане. Брутальный. Брутальный. Булаком по столу. Слушайте, 27 лет, дедочка моя. Посмотрите, пожалуйста, какое из типажей авто соответствует вашему предпочитаемому типу мужчины? Мужчины? Не мне, да, мужчине? Там она сейчас машину выберет. Да белую какую-нибудь, 100% отвечаю. Вот тут есть бетонная мешалка, например. У Евгения есть ребёнок. Будете ревновать? К ребёнку нет, не буду. Будете против, если он все каникулы детские будет настаивать, чтобы проводить их вместе? Со мной, с ребёнком? Нет, я не против детей. Я очень люблю. У нас многодетная семья, нас четверо. Древность – это признак своего неуверенности. Неуверенности в себе, да. Да, я тоже так считаю. А здесь джипов нет, да, я смотрю? А вам джип нет? Для мужчины мне нравится. Потому что размер всегда имеет значение. Бандит, что ли? А джип, кстати, это кто, бандит? Нет, я в целом оставила его дома, там набор карточек был больше. Но это действительно человек с высоким уровнем достатка, уверенности в себе, но достаточно жёсткий. Какой из бонусов выбираете? Скелет в шкафу или минута наедине? Минута наедине. Ну, проходите. И ты сразу возьмёте. Ты говорила там про три высших образования, да? Да, сейчас три. У меня прямо в этой связи два вопроса. Когда успела и что за образование? Первое – мне нефтяное. Второе – нефтеказовое. Второе – национальная мировая экономика. И сейчас я учусь на журфаке. Кого? А у тебя какое образование? У меня два образования. Ты тоже любишь учиться? Да, у меня первая юридическая, вторая NBA. Ну, NBA – это здорово. Спортом ты любишь заниматься? Беговой дорожки? Вообще, в прошлом я в мастер спорта попал в лифтинг. Входишь в качалочку? В качалку ты так, по старому, по двору в качалку входишь. Да, в качалочку захаживаю. Я люблю просто. Для меня это очень важно в фитнесе. Очень важно, да? Я прям люблю ходить. Спасибо, девчонки. Забирайте свою дочку, сестру и проходите в свою комнату. Иван, как вам девушка? Мне понравилась девушка, мне понравился десерт, мне понравились... Родственники, близкие? Ну, как минимум, семейные традиции, воплощенные в четырех детях. Я думаю, это близко Евгению на определенном этапе времени. Вот, я имею положительное заключение. Евгений, как вам? Все очень хорошо, я всем доволен. Наталья прекрасна. Роза, очень мне понравилась. И сестра, и мама, как-то все просто идеально. Ну, а летний высшее образование получает. Просто фаталити. Оделась бы поскромнее немножко бы. Прямо три образования было видно. В смысле три образования? То есть, Роза должна быть в какой-то паранжере к нему? Да нет, они, мне кажется, не про это говорят. Вы же какими умными? Вот, и мама у нас хорошая будет свекровь. Нет, теща вообще ни во что лезть не будет. Васечка, прекрасный лев, гигантское количество планет во льве, весь гороскоп туда стянут, но, к сожалению, совершенно не ваша девушка. Потому что в вашем гороскопе к вашим любовным планетам именно из знака льва Марс делает напряженный аспект. Как бы она ни была прекрасна, это просто не ваш человек, и все. Я вас понял. Мне всегда интересно, как герой реагирует по тому, когда ему говорят, что поддаются, особенно у гороскопа. Но у нас еще есть одна невеста. Пожалуйста, знакомьтесь. Здравствуйте, меня зовут Светлана, и очень рада вас видеть. Привет. Привет. Светлана, 23 года, занимается документооборотом в энергетической компании, мечтает открыть танцевальную студию, предупреждает, что громко слушает музыку, гордится своей семьей. Возлюбленный Светланы так и не объяснил ей причину расставания, а лишь написал прощальное СМС-сообщение. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы красавица. И что же было в том СМС-сообщении? В принципе, ничего особенного не было. Он просто сказал то, что мы не можем больше видеться и общаться. Какой ужас. Он разбил вам сердце. Он не то, что разбил мое сердце, он просто... Было обидно, когда ты веришь человеку, доверяешь человеку. А ничего не предвещало беды? Нет, ничего, потому что... Как вы были знакомы к тому моменту? Когда он написал СМС-ку? Да. Мы были знакомы где-то около полугода уже, общались. Вместе не жили? Мы вместе не жили, но мы встречались, как бы все было хорошо. То есть официально вы были его девушкой? Таких разговоров не было. Ну хорошо, вы были знакомы с его родителями? Да, я знала его маму. Папа его не знал, он был иностранец. И они приехали в Канаду, переехали, купили себе гражданство. И у него был дом свой. В Канаде? Да. А вы как общались с ним? По-английски? Нет, нет, я сама в Канаде жила тоже. А, так вы же самый главный момент упустили. И вы, это все происходило в Канаде. А он иностранец, да? Да. Послушайте, ну они должны были ослепнуть от вашей красоты. Такой нос, как у вас, это же... Спасибо большое. Какой рот красивый, овал лица. И вы вся такая ладная, вы такая вся дивная. А лет ему сколько было? Мне лет сколько было? Ему, ему. А ему, ему 24. Ну, то есть вы были ровесники практически? Нет, мне было 19, 18-19. Мне кажется, она такая милая. Мне она прям так понравилась. Да, она хорошая. Ну, что там потом произошло-то? Ну, когда все это закончилось, когда он сказал, что мы больше не будем видеться, естественно, я как человек, который все закончилось, я думаю, что надо двигаться дальше, естественно. Там ничего такого особенного не было. А зачем он вам рассказывал о своей бывшей барышне, о том, что она сделала аборт от него? Как вы считаете, для чего нужна была вам эта информация? Может быть, он вас к чему-то готовил? Может быть, честно, я сама не понимала. Не анализировали? Я не... На тот момент точно нет. Но потом я поняла то, что, может быть, он как-то меня предупреждал, что, может быть... Что он подонок. Ну, наверное, да. Вы в Канаде учились? Да, я училась там. Не вернётесь больше? Я бы хотела вернуться, честно. Скажите, у вас не было операции? Нос ваш? У меня не было операции ни одной. Ну, потрясающей красоты, да? Спасибо. Скажи, а ты как физиогноз? Василиса, можешь что-то сказать? Ну, это вот такая форма носа выдает ярко выраженный меркурианский тип. И у вас форма лица тоже меркурианская. Живость, умение общаться, лёгкость поверхности. Долгомоложавый будет. А вот это вот такая вот... Это не сделано точно. Нет, у меня тоже не сделано. Но это всё туда же. Вот кончиками, вариант такая форма. А вы учились чему, не пойму? А маркетинг, пиар. А, скажите, а где балет и где пиар? А балет, это просто моё хобби. А, то есть вы не были, вот как у нас Волочкова Настенька? Нет? Я хотела, может быть, ей стать. Я прям их вижу. Девочки, у меня хорошая интуиция. И он сразу говорит, я вижу спать. Даже так? И сколько детей. Но они правда очень гармоничные смотрятся. Светочка, а вот ты в Канаду хочешь вернуться, да? Ну, не обязательно. Я вообще хочу за границу вернуться. Потому что я привыкла. Я там с 17 лет. Для меня это был какой-то приворот. А вы патриот. Да? Нет, поэтому она смотрит. Ну, это не значит, что я не езжу в Канаду. Да нет, она жить там хочет. А есть возможность, да, там жить у вас? Вообще есть везде возможности всегда, поэтому... А придан у вас какой, деточка моя? Наверное, я. А, то есть ни квартир, ничего нет. Они живут в России, родились здесь, насколько я поняла. Но у них нет совершенно вот этого патриотизма. Мне не нравятся такие люди. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать или не стоит? Ну, я думаю, что хочу. Да какой у нее может быть скелет в шкафу? Боже, так у нее и нет никакого скелета. Или есть? Никакого нет. Ну-ка, в 23 года, послушайте. Нравитесь вы мне, показывайте сюрприз. Ой, и уж напоследок вытащите автомобиль. Ах, да. Который соответствовал бы мужчине, в вашем представлении, идеальному. Мне почему не нравится. Вот место там про джип. Джипа не было, но она рассказала. Мне тоже нравилась эта машина. Боже, нет. Монстр трак, на мой взгляд, это смесь по характеру между Джигурдой и хирургом Залдостановым. Вот, ну неужели это ровно тот мужчина, которого вы ожидаете в своей жизни? Знаете, громкий, шуму много, а зачем непонятно. Показывайте сюрприз. Это стихотворение Ахматовой про любовь. И нам сейчас надо будет с тобой вместе собрать. Так, есть ее, пусть сливаются. Подожди. Ну, подскажи мне что-нибудь, с чего начать. Давай, сейчас. От любви рвется это сто процентов вместе. Сто процентов вместе. Близости, близости надеюсь. Вот, есть близости. Она сама не знает стих, что ли? Такая мышца. Ты специально придумала такое занятие, да? Вот затеянница. Нашла это интересная. Лучше балет бы ты нам показала. Тогда все надо наоборот, если это не получается сейчас. Давай сложи первую строчку, дальше я сам. Может быть, 32 фуэты? Да. И близости людей заветная черта. Клади черту. Да, я. Где черта? А, черта, да. Черта, пожалуйста. Ее? Лежа. Не перейти. Не перейти, наверное, верно? Я думаю, это будет проще. Что-то они затянулись сюрпризом так. Ну, просто они не в команде. А надо просто хоть что-то сложить из этих слов? Ну, там, одну фразу. Вечность. Пока, получается, не самые хорошие фразы, поэтому давайте поработаем еще немножко. Светлана, вам простительно, только потому, что вы молодая. Сюрприз у вас дурацкий, незачет, ничего это не даст, даже если вы это слушаете. Поэтому, может быть, лучше пап какой-нибудь очень красивый, посвященный. Ну, так хоть вы, если что она там, они учились или морочились. Вот я согласен сейчас с Ларисой, очень сильно, кстати говоря. Что там такое-то? Да, это кроме раздражения ничего не будет. Сюрприз – это когда приятно жениху. Девчонки, забирайте цветы и свою подружку. Проходите в свою комнату. Ой, Ваня, представляю, как Светлана не спала всю ночь. Думала, чем бы поразить вот так воображение жениха, какой бы замутить сюрприз. Такие данные, танцует, какую-то приятную музыку, что-нибудь, да, парад, улыбок, глаз. Но судя по тому, как жених перебирает уста свои, перемешку с усами, задумался, что-то ему. Задумался. Понравилось. Сюрприз не удался, но зато ты его покорила. Удивительно искренне и прихотливая. А потому что она жила в Канаде. Там по-другому молодежь живет. Ей всего 23 года. Она на сегодняшний день никому и ничего не должна. Она проживает настолько естественно этот свой возраст, что если бы она сидела такой теткой Лукерию, Лукерия, меня бы это напрягло. И как вот ей, внутренней свободной Светлане, уйжиться с Евгением, у которого уже взрослая дочь, за спиной брак, определенный опыт. Как? Евгений, он легок на похват, и мне кажется, что тут дело в каком-то внутреннем семейном согласовании. А у них, вы считаете, может со Светланой сложиться что-то? Тут нужно зажечь Евгения, безусловно. Потому что он не только склонен давать и жертвовать, но и готов требовать. Вопрос в том, готова ли к этим требованиям Светлана. А готов ли к требованиям Евгений в таком случае? Почему? Что уж такого в Евгении прямо важного? Не то, что важного. Евгений в течение своей жизни испытал большое количество лекал и требований, чтобы иметь и достойную должность. Ну, кстати, не царь. Не царь. И не олигарх. Ну, растет, наверное. Да, да. И поэтому я считаю, что такая девушка прекрасная, как Светлана, и она достойна, чтобы ради нее потрудились. Согласен. Может быть, такая, как ты, как раз-таки его заведешь, и он будет легче рассуждать. Возможно. Роза, как тебе, Светлана? Ну, что, Светочка, вот две большие разницы. Вот Вероника, да, вот она готова к замужеству, а Светка, ну, конечно, нет. Ну, наверное, потому что за границей жила, там другие, как говорится, порядки. Вот. Ну, не готова она. Ну, уж и тем более не с вами. Это уж точно. Ее гороскоп выдает в ней потребность мужчине любящим, чувствующим, очень нежным. А выбрала она вот этот самый монстр-трак. То есть пока образ мужчины в голове еще как некое агрессивное животное, которое она боится. Да, она просто молоденькая. Именно. Поэтому я говорю, еще слишком плохо знает себя. Я считаю, что Евгений слишком сильный энергетический и слишком влиятельный соперник в этом спарринге будет. Поэтому я не видела бы меня. Ну, посоветуйтесь, потому что уже вам нужно к кому-то пойти сейчас. Посоветуйтесь с Ваней, с своим другом. Надо признать, что это некий такой хороший достойный уровень. Поэтому иди туда, куда тебя... Ваня, давай без воды. Три варианта. Раз, два, три. Я думаю, что самое близкое, это, конечно же, первый вариант. Если ты правильно сможешь найти правды правления, не обуздать ее, то это будет хорошая пора. А так решать. Хорошо, я тебя услышал, наверное. Ну что, друзья мои, посоветовались, так я понимаю, да? Да, да. Мне кажется, по возрасту Натальи, которой 27 лет, она уже что-то соображает в этой жизни. Наталья, потому что и первая Вероника 21 год, и Светлана 23 года. Ну, оставьте им пока еще возможность пожить. Маленькие, ну, совсем. Я так думаю. Я тоже считаю, что только так далеко жить с человеком, когда ты не чувствуешь ни выше, ни ниже его, а где-то, в принципе, даже по социальному на равных. Ну, а по мозгам уж тем более. Поэтому Наташа, конечно, и по возрасту готова. Да, он прям вообще свободен от границ. То, что тебе надо. Сейчас посмотрим. А что звезды? Звезды вместе с натальными картами наших героев говорят, что сегодня идеальной партнерши для вас здесь не было. Потому что среди всех женщин по своему типажу вам больше всех подошла бы Вероника, но она, даже если не брать фактор возраста, нуждается в мужчине немножко другого склада. Ей нужен мужчина, который меньше цепляется за то, что имеет, и не так сжимает кулак крепко. Вот вы из тех, кто крепко сжимает кулак и хочет все, что заработал, и всех людей, которых рядом приобрел, держать очень тесно. Поэтому я боюсь, что даже выбрав Веронику, вы не увидите в ней вот той отдачи, какой хотелось бы. Но да, это, безусловно, именно Вероника, ваш типаж. Идите туда, куда вы выбрали. Мы вас в любом случае поддержим. А муж-то знает, что вы дружите? Он сейчас муж моей бывшей жены. У вас такой чинч произошел. Здесь был мужчина? Признавайся, ты с ним встречалась? Я вижу тарелки, в которых всегда. Я предлагаю всем выйти и поддержать Евгения. Ты знаешь, у нас была с тобой есть минутка поговорить, да? И я думаю, что та самая минутка, она была, наверное, такой решающей, да? Решающей. Потому что я нашел какие-то такие рэперные точки вообще, да? Потом поподробнее расскажу. Да, я думаю, что я не ошибся. Да, я думаю, все-таки. У нас есть пара Евгений и Наталья. Примите в подарок очень вкусные конфеты от кондитерской фабрики «Славянка». С конфетами «Славянка» в восторге дите взрослым праздник. «Славянка» родное, любимое, вкусное. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся.